итак каждая пациентка скорее всего сталкивалась с каким-то дискомфортом этой области и к сожалению к моему сожалению к сожалению моих коллег первое что мы делаем это вспоминаем рекламу флюкостата действующего вещества флуканозол и соответственно все мы сами себе ставим диагноз молочница и идем в аптеку и покупаем то что покупаем второй вариант это пообщаться с подружкой которая когда-то тебе рассказывал что она сталкивалась с этой проблемой и сделать тот перечень и спектр назначений которые давали день и третий вариант который происходит когда мы приходим в аптеку и покупаем может быть даже тот же правильный препарат потому что возможно что это правда молочница так называемая мы сталкиваемся тем что почему-то фармацевт нам еще сверху назначает очень много каких-то препаратов которые в принципе не нужны и они без доказанной эффективности и они просто-напросто не работают поэтому очевидно и что первую очередь мы идем к гинекологу у нас есть жалобы мы обращаемся к врачу это прям наверное простая прописная истина которая нужно делать но тут мы сталкиваемся с тем что обращаясь к специалистам мы получаем также не совсем грамотное лечение не совсем грамотные рекомендации поэтому я хочу с вами разобрать ряд ошибок которые могут делать специалисты ну и соответственно что когда вы с этим столкнетесь вы поймете что вам нужно пойти за вторым мнением в первую очередь как я и говорила в на вот этом выпуске в ютюбе что вагинальный мозог не отвечает ни на один наш вопрос поэтому если вы пришли с этими жалобами а врач ограничился просто вагинальным мозгом все мы тогда уже делаем определенные выводы и к сожалению наверное идем за мнением еще одного или даже может быть нескольких специалистов никогда мы не можем при осмотре исключить то что у нас нет инфекции передаваемых половым путем ну за исключением того что если бы вы не жили половой жизнью вообще совсем никогда вот поэтому конечно же гинеколог когда вы приходите с жалобами на выделение на зуд на дискомфорт в первую очередь должен исключить инфекции передаваемую половым путем и тут тоже можно сделать ряд ошибок но не ряд ошибок а в принципе когда пациенты ко мне приходят я вижу какие ошибки иногда совершают специалисты точнее не совсем правильно объясняют пациентке что чем все-таки она болеет и что с ней происходит потому что инфекции передаваемые половым путем их всего четыре это хламидия это трихомонада это микоплазма гениталиум и только гениталиумы больше никакие и это гонория вот эти четыре инфекции которые мы берем в маске то есть пациент диагностики мы берем материал из влагалища отправляем на пациент диагностику и выявляем это не все инфекции передаваемым половым путем конечно у нас есть еще сифилис у нас есть гепатиты у нас есть вич инфекция есть в пч и есть герпес инфекция но это немножко не совсем те инфекции которые лечит гинеколог ну в основном то есть в пч не лечится совсем и он не может у вас вызывать конкретных жалоб герпес мы все прекрасно понимаем как он проявляется я думаю что для этого даже не надо медицинское образование особо иметь ну за исключением если конечно это генитальный герпес но его тоже мы исключаем осмотром то есть для этого не стоит брать ту же диагностику это можно поставить в принципе при осмотре герпетическую инфекцию и соответственно все остальные инфекции которые передают полным путем которые я назвала это можно выявить сдав кровь на эти инфекции а то что мы берем в маске и исключаем мы их исключаем в любом случае если у вас жалобы или же мы можем даже предложить взять даже если жалоб нет потому что если у вас не постоянный половой партнер принципе что вполне может быть нормально у всех разная половая жизни поэтому об этом нужно рассказать гинекологу и в принципе иногда на эти скрытые так сказать инфекции стоит обследоваться потому что не всегда они проявляют себя клинически ну и соответственно если у нас есть жалобы это не значит что они у нас есть зачастую они приходят отрицательные в чем же тогда дело почему и жалобы есть вагиниты и вагинозы в чем разница разница в том что вагинит это воспалительный процесс и жалобы очень явные то есть это и зуд и жжение и выделение и гинеколог при осмотре видит воспаление симптомы воспаления это боль это дискомфорт это покраснение это выделение а вагиноз а в основном это бывает бактериальный вагиноз это не воспалительный процесс то есть явных сильных жалоб у вас не будет не будет зуда не будет раздражение но могут быть выделения выделения с неприятным запахом и бактериальный вагиноз и вагиниты имеют специфическое лечение а иногда у нас бывает смешанная инфекция как мы это диагностируем что мы делаем по-хорошему гинеколог если это государственная какая-то структура но опять же допустим кожевый диспансере у нас берут тот самый фимофлор который смотрит соотношение флоры влагалище то есть сколько там лактофлора сколько там гарнереллы и других жителей нашей наши на наших половых органов вот в перинатальном центре допустим я работала там не берут эту диагностику но врач посылает на инфекции передаваемые половым путем в тоже в кожу вен диспансер и в многих вообще государственных структурах этот пцр диагностику не проводит потому что можно послать в кожу вен диспансер соответственно в принципе это рекомендация верная и нужно посмотреть фимофлор или флороценоз и оценить соотношение флоры влагалища чтобы назначить правильное лечение плюсом очень хороший маркер хорошего специалиста именно гинеколога при осмотре это делать по ашметрию влагалища вот вы пришли гинекологу с данными жалобами и врач на приеме вместо того самого вагинального мазка берет у вас пашметрию проводит вам это просто лакмусовая бумажка которая меняет свой цвет в зависимости от того какая среда у вас влагалище то есть у нас может быть кислая нейтральная щелочная вот в норме она должна быть смещена в кислую среду то есть меньше 4 и 5 ph должен быть если лакмусовая бумажка окрашивается в более такой зелено-синий цвет то соответственно ваш больше чем 4 и 5 и тут уже гинеколог может задуматься о каком-то смещении флоры и соответственно предложить вам уже определенные анализы в как допустим работаю я ко мне приходит пациентка с жалобами я могу исключить инфекции передаваемой половым путем возможно если пациентка уже давно моя и допустим она у меня была только недавно беременна и она сдавала эти инфекции буквально вот три-четыре месяца назад я могу их не исключать и в принципе я могу поставить этот диагноз просто при осмотре проведя пашметрию сделав осмотр диагноз вагинит я могу выставить и назначить лечение то есть такое тоже возможно для этого не нужны мне бы никакие вагинальные мазочки для этого мне не нужно каких-то специфических обследований и в принципе с терапией может пациентка уйти прям день приема получите грамотную помощь и чем грамотнее она будет назначена тем лучше прогноз на то что пациентка вылечится ну и соответственно чем меньше вероятность что будет рецидивирующее течение что же подразумевает под собой грамотное назначение давайте в этом тоже разберемся потому что вся мировая медицина сходится к тому что лечение должно быть однокомпонентное максимум двухкомпонентное и должно быть максимально вот именно направлено на то что мы выявляем то есть допустим если мы выявляют ту же кандиду молочницу мы назначаем препарат только против кандиды то есть сразу же выходит на арену вот эти вот многокомпонентные свечки которые помогают всем и соответственно их применение не совсем оправданное и не совсем правильное поэтому когда мы спрашиваем у подружки что она вставляла она говорит ой я вот такую-то свечку там четыре компонента или три ставила конечно же она ей помогла и поможет и вам но только неизвестно как это будет потом появляться в дальнейшем поэтому да такую схему в принципе можно сделать и там не бежать гинекологу но если вы уверены что нет инфекций передаваемых половым путем если вы уверены что это все не перейдет в рецидивирующее течение а рецидивирующее течение то то есть повторение каждый месяц или там раз в два месяца согласитесь это достаточно неприятно но к сожалению да учитывая что у нас очень большая резистентность то что пациенты зачастую все-таки не бегут гинекологу не записываются это стыдно часто мы сталкиваемся с тем что врачи нас немножко оставят в неловкое положение когда мы приходим с выделениями и тут тебе сразу же говорят о ну понятно нагуляла сразу это немножко и смущаешься поэтому я понимаю почему у нас пациенты не идут и не обращаются к специалистам и не получают грамотную помощь потому что да это все такое выставлено так что это очень стыдно хотя мы с вами уже разобрались что передаваемые половым путем инфекции всего четыре все остальные вагинит и вагинозы половым путем не передаются и ваш партнер тут не виноват и вы не виноваты и даже несмотря на то какая бы у вас там была бурная половая жизнь то есть тут это не причем и когда тоже врач вам говорит ага а у вас тут кандидоз давайте вашего партнера обследуем у вас рецидивирующее течение потому что он виноват это неправильно молочницу моего партнера не ищем только в том случае если у него тоже есть специфические жалобы они тоже у мужчин тоже могут быть но это уже совсем другая история если жалоб нет мы не лечим то есть это тоже основная тезис который нужно принять понять и запомнить вот этот тезис который нужно запомнить больше касается беременных потому что в беременности мы обследуемся мы же ищем или мы когда готовимся к беременности мы же обследуемся и этот фимофлор мы сдаем просто так потому что помимо того что мы исключаем инфекции передаваемые половым путем мы еще и смотрим соотношение флоры и тут как вот не странно почему-то всегда мы что-то находим а почему потому что в влагалище живет 2000 бактерий и примерно столько же грибов и это абсолютная норма и да это не стерильная среда и там не только лактобактерии обитает но лактобактерии должно быть больше и это вот это правильно это должно быть так и это здоровая флора влагалище которая не будет вызывать у вас дискомфорт если больше той же горнереллы это бактериальный вагеноз если больше аэробной флоры там допустим и шерихи и коле и все ее команды то соответственно это уже вагенит если молочница соответственно молочницу мы лечим то есть кандиду мы лечим тогда когда она себя проявляет ей зуджение выделение ну я думаю что этот диагноз гинекологический он самый один из самых простых самое сложное это соответственно подобрать терапию ну и дальше в терапии когда это впервые впервые вы с этим сталкиваетесь да самое главное и это не много компонентов и желательно но не больше не более двух потому что например у нас может быть и бактериальный вагеноз и кандидоз тогда мы лечим и то и другое в случае если вы уже конечно с этим сталкивались не впервые и все вы уже прошли и все круги ада прошли никто вам помочь не может то тут главная приверженность ваших лечению то же самое препаратов немного но на длительный промежуток времени то есть допустим тот же флуконозол но мы его там пьем раз в неделю на протяжении шести месяцев это просто как пример мы так не лечимся пока гинеколог вам это не назначит и самое главное здесь тоже быть на связи со своим специалистом чтобы он вас наблюдал не пропадать потому что зачастую когда лечение помогает пациент не возвращается и это не совсем хорошо в этом плане я стараюсь поддерживать связь со своими пациентами чтобы всегда был обратный отчет чтобы я знала помогает не помогает подошел препарат не подошел какие побочные действия это очень важно и это правильно потому что в основном мы должны подобрать препарат который действует и назначить его на продолжительный промежуток времени это основной принцип терапии самое главное тоже не бросать потому что в рецидивирующих течениях когда начинает помогать и когда пациентка понимает уже надоел и уже полечиться и она понимает что он ну все вроде не беспокоит уже четыре месяца ничего не было бросает и потом все начинается заново к сожалению это не работает что прервал и там осталось еще два месяца доделать нет мы снова переходим на эти шестимесячную противорецидивирующую терапию тут самое главное найти своего специалиста это очень важно и когда вы в принципе можете обсудить эти вещи и договориться и есть обратная связь это очень хорошо в лечение всех этих рецидивирующих вагинитов и вагиноз ну и еще наверное что я хочу рассказать про тот же вагиноз хоть это и не воспалительный процесс почему мы так яро его лечим пытаем но во первых потому что все равно какой-то дискомфорт это доставляет все-таки запах неприятные выделения а во вторых потому что например в беременность он может вызвать преждевременный разрыв плодных оболочек и преждевременные роды и вот тоже вот эта вот история когда в кожвение или там в каком-то в там где вы стоите на учете вы сдаете этот фимофлор и вас начинают запугивать этой же гарнерелой этой же уреоплазмы и у вас хорошее соотношение флора и лактофлоры и соотношение той же гарнерелы но при этом вам все равно назначают лечение вот к сожалению когда у вас все хорошо и нет жалоб и вам назначили лечение вот именно это и может привести к дисбиозу и соответственно к бактериальным вагиноз поэтому надо лечить только то что нужно лечить а то что не нужно не нужно лечить это как бы казалось бы так просто но почему-то нет а почему-то об этом никто не знает но не никто не знает почему-то врачи боятся они когда видят что выявлено гранерелой вот я даже знаете сейчас прежде чем вот в этот вебинар включиться я начала просто там пролистывать тоже и популярные сайты и тех же лабораторий и там пишут метод диагностики тот же ключевые клетки в вагинальном мазке мы уже с вами обсудили вагинальный мазок не информативен и опять же просто ключевые клетки мы не знаем соотношение к флоре лактофлоре потому что даже если у нас допустим лактофлора 10 7 а гранерелла 10 6 это нормальная флора какая бы степень не было мы если лактофлора хоть на вот на 10 7 а это 1000 копий больше то все у вас нормальная флора в лакалище то есть не надо ничего делать мы не смотрим на степень мы смотрим на соотношение потому что лактофлора вот такого размера а гранерелла вот такого размера и соответственно вот эта разница в 1000 копий она выглядит на как как все в лактофлоре но там где-то гранерелла сидят и им там не очень хорошо вот поэтому это тоже важно конечно все это должен вам рассказывать ваш гинеколог на приеме поэтому вы должны просто найти грамотного специалиста и ему доверить свое женское здоровье тогда все будет хорошо и это наверное основополагающее с чего мы начали пойти гинекологу ну и собственно чем мы и закончим нашу беседу наверное я хотела как-то так объяснить как было отфильтровать и грамотное назначение неграмотное назначение ну то есть вот это вот потому что когда гинеколог основывается на вагинальный мозог и лечит его это уже неправильно когда гинеколог основывается на посев тоже есть такой метод и диагностики я думаю что ну кто из докторов присутствует он его знает это посет микрофлора влагалище как он делается мы берем и высеиваем его на среду во первых это уже высеивается не в организме и высеивается то что любит эту среду на которой мы это расти во-вторых какая бы там степень не было это зависит от того сколько мы все-таки копий взяли то есть если мы напишем там и шерихе коле 10 7 это не значит что и шерихе коле влагалище 10 7 это значит что на этой среде выросло столько копий и в-третьих она в норме там может жить то есть мы чтобы когда бы мы не взяли в какое сколько бы мы не пролечились мы всегда что-то высеем поэтому этот метод ни о чем не говорит пугает и ведет положенному пути почему я об этом говорю потому что за определенное время работы в перинатальном центре много боя велось у меня с коллегами на тему этих дурацких посевов бедные пациентки были залечены бесполезно в этом смазке в этом анализе нет смысла ни при подготовке к беременности не перед эко не в беременность поэтому и сейчас наши регламентирующие документы слава богу не включают посев флоры влагалище поэтому запомните это бесполезный анализ он может быть в единственном случае полезен когда мы пытаемся выявить какая у нас кандида но опять же есть пцр диагностика которая намного проще намного я не знаю какой смысл всей там 21 день чего-то вот но посев вы единственное что пцр диагностика нам не дает она дает нам допустим не не специфическую кандиду то есть не кандиду альбиканс а какую-то другую но мы не знаем чувствительность ее к препаратам то есть единственное что для чего может быть посев это высеять эту же кандиду и посмотреть как она реагирует на те же препараты против противогрибковые то есть только в этом случае но это очень глубоко глубокая история это вообще наверное редко кто с этим встречается это прям уже махровый рецидивирующий кандидоз который ничем не могут вылечить поэтому мы пытаемся найти хотя бы что будет работать поэтому запомните вагинальный мазок посев не сдаем сдаем только в том случае если это требует регламентирующие документы вот ну и не лечим в пч у реоплазмы гарнереллу потому что она просто есть тоже тоже маркер хорошего врача и не прижигаем шейки матки вот а какие факторы вообще повышают риск развития вот этих вагнитов и вагинозов но вообще из наших рекомендаций когда пациентка начинает этим страдать мы рекомендуем не носить синтетическое белье стараться не использовать прокладки стараться чаще менять это хлопчатобумажное белье или белье из натурального там шелка если мы хотим что-то там покрасивее носить но оно должно быть из натуральных материалов соответственно мы не рекомендуем принимать ванны с пеной со солевыми вот этими вот бомбочками шариками которые сейчас очень популярны из разряда мифов это сажать пациентку на диету потому что некоторые пациенты ну запуганные и им рассказывают неправильные рекомендации из разряда если ты будешь есть сладкое у тебя будет молочница если у есть там если ты ешь кислое пьешь алкоголь у тебя будет молочница нет то есть мы не ограничиваем себя в каком-то питании и живем обычной жизнью и едим что мы хотим и пьем то что мы хотим соответственно всех размеров которых мы к этому привыкли вот это лечится не так еще из разрядов мифов что у тебя хроническая молочница все у тебя значит кандида и в кишечнике живет тебе надо идти гастроэнтерологу и заниматься пусть он тебя лечит все-таки давайте мы еще одну такую основную мысль поймем что мы лечим то что нас беспокоит врача у которого который занимается этой областью то есть мы не делим не пациентов по этажам понятное дело что мы всегда подходим комплексно то есть мы рекомендуем там посмотреть какой уровень железа и витамина d и так далее и тому подобное но опять же если это влагалище за этим занимается гинеколог если это почки уретро этим занимается уролог даже несмотря на то что циститы это все-таки наша гинекологическая история с этими же вагинитами вагинозами тоже к этому имеет отношение до осмотр гинеколога нужен но лечить должен уролог а если у нас заболевание кожи лечит этот дерматолог или там дерматокосметолог не гинеколог не к гастроэнтеролог и никто другой если у вас было бы системное системный какой-то кандидоз то есть если бы он был в кишечнике поверьте это не заметить не возможно и все-таки вот эти системные истории больше связаны с какими-то иммунодефицитами все бывает у нас бывает и ротовой полости кандидоз особенно у детей часто нас бывает такое но чтобы он был прям системный это должна быть наверное вич-инфекция какая-то вот то есть вот из такого разряда поэтому если врач начинает разводить руками и не понимать почему вот это вот все не проходит и начинает спихивать вас как это называется пихотерапия на кого каких-то специалистов других наверное нужно еще еще обратиться кому-то этой же специальности как бы узнать второе мнение поэтому да питание тут не имеет отношения основное это да белье прокладки и ванной принимать можно но только не пенный и без каких-то добавок и сюда же мы еще включим то что не ведемся на фармакологической фармакологически на рекламный вот этот бизнес мы подмываемся просто водой или паш нейтральным мылом и мыло мы используем только на коже то есть листую мы моем только водой и больше ничем потому что зачастую у нас вот эти все смещение флора влагалища происходит из-за того что мы просто каким-то лактоцидом там подмываемся опять я сказала фармакологии название меня просто потом засудит ну в общем пусть не лактоцидом у них тоже есть паш нейтральное средство но мы на это обращаем внимание какое паш у вашего средства личной гигиены вот это это важно потому что зачастую вообще мне иногда пациенты говорят вы представляете просто прокладку убрала и у меня все прошло все прошло поэтому это это нужно знать это лучшая профилактика и все эти рекомендации вы получите когда вы столкнетесь с этой проблемой и придете к специалисту вам этот врач тоже должен рассказать потому что профилактировать это до того как с тобой это случилось у нас же есть пациенты которые в принципе никогда этим не тоже не страдали и при этом они носят белье какое хотят купаются в ваннах в каких хотят и ничего с ними не происходит это же тоже все достаточно специфично но раз вы уже с этим столкнулись лучше эти рекомендации все-таки соблюдать в этих вопросах конечно осмотр важен я наверное это тоже упустила потому что но основной это осмотр то есть я конечно то что мы видим мы за счет этого выставляем диагноз потому что зуд зуд это еще не всегда и вагинит и вагиноз то есть причин зуда может быть великое множество мы просто это исключаем когда проводим диагностику ну а эти сами заболевания да обязательно осмотр обязательные рекомендации сдать и ппп и обязательно грамотное назначение грамотного лечения вот основные наверное три кита на которых держится лечение вульвовагинальных инфекций и и и